В зале администрации Городецкого округа нет свободных мест. Этот учебный год оказался для школьников щедрым на победы в Олимпиадах разного уровня. Победителями и призерами стали 410 человек, из них почти 90, с лучшими результатами по нескольким предметам. И именно это мероприятие в их честь за усердие и заслуженные награды. 10 призовых мест. Победитель по праву, истории, биологии, литературы, химии, призеров общества, знания, экономики, физики, экологии, мировой художественной культуры. И также она у нас стала призером регионального этапа по праву и истории. Я участвую в Олимпиадах, потому что мне очень нравится узнавать что-то новое. И каждый раз, когда я готовлюсь к Олимпиадам, я узнаю очень много информации. И мне очень понравилось, потому что это незабываемый опыт. Я знакомлюсь с многими людьми новыми, езжу на какие-то встречи, ездила на интенсивы, подготовку к Олимпиадам в Нижнем. И каждый раз, что-то мне интересно. Я победитель Олимпиады по математике, информатике, физике и химии. А также призер по русскому языку и географии. Я выбрал эти предметы, потому что больше всего у меня склонность к ним в школе. И все Олимпиады были очень сложными в сравнении со школьной программой. Но если заниматься, то можно их довольно легко решать. Я планирую поступать в университет после школы, поэтому знания мне должны пригодиться, которые я получаю. Чтобы победить в Олимпиаде, чтобы стать лучшей, на сколько трудов это вкладывается с твоей стороны? Я думаю, много. Надо готовиться, стараться. Для этого нужно много жизненного опыта. В том, что ты, допустим, чего-то добилась. Час заслуга. Мы их учителей и моя собственная, то, что я готовилась, старалась. Участие в Олимпиаде – это не только возможность для школьников проверить свои знания. Это еще и вклад в их будущее. Знание – это сила. Об этом в том числе говорили и руководители городецкого округа, которые в этот день пришли на чествование лучших учеников. Я думаю, что участвуя в Олимпиадах, вы, может быть, где-то подсознательно это понимаете. Но я думаю, что скоро осознанно, когда вы переступите уже порог за школу, вы придете в эту жизнь абсолютно людьми, которые понимают. Есть информация, есть знания. Я умею ей распоряжаться. Я знаю, какое это богатство. Значит, вы уже, как взрослые, состоявшиеся люди, сможете принести своей стране то необходимое, ту пользу, которая сегодня нужна. Это люди, которые в ней живут. И страна в основном – это вы, молодые, целеустремленные, знающие, какая цель у вас в жизни. Традиционно на протяжении последних лет лидером в рейтинге образовательных учреждений по количеству призовых мест становится школа номер 19 города Заволжья. Учащиеся этой школы заняли 43 первых места и 80 призовых. Скажите, в чем секрет того, чтобы дети побеждали на Олимпиадах? Сколько трудов в это вкладывается? Это большой труд. Это большой труд с трех сторон. Учитель, родитель и, естественно, ребенок. Вот этот вот триумвират никто не отменял. Ну, во-первых, это селекция. Ну, такое слово не очень красивое, но тем не менее. То есть с пятого класса ты понимаешь, что этот ребенок талантливый, и ты с ним начинаешь работать. А потом, конечно, тренировка, 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 тренировка. Большое количество олимпиадных заданий прорешено, огромное количество олимпиад пройдено. С пятого класса мы участвуем в олимпиадном движении, и вот, наконец-то, результат, в общем-то, достаточно приличный, я считаю. Насколько, ну, что испытывает педагог, когда его дети, да, все-таки одна победа за другой? Гордость. Гордость и удовлетворение от проделанного большого труда. За отличными результатами детей всегда стоит огромный труд педагогов. Именно они прививают детям любовь к своему предмету, а затем ведут их покорять олимпиадный пьедестал. И именно их заслуга в том, что количество участников олимпиадного движения в округе растет с каждым годом. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова